Гоша, прошу тебя, остановись, ну сколько можно? Всем привет, меня зовут Роман Сокутин, и прошло несколько месяцев с предыдущего обзора кода Гоши Дударя. Дударя. Как это правильно читать? Дударь. Дударь. И вы мне тогда писали, что, Роман, зачем ты взял старое видео, ведь Гоша сейчас пишет гораздо иначе, лучше. И моему счастью не было предела, когда я зашел на его канал и увидел, что месяц назад он выпустил новый курс по Юнити бесплатный у себя на Ютуб-канале. Ну, конечно, чтобы продать вам курс свой платный за десятку. Давайте посмотрим, кто вас и чему будет учить за 10 тысяч и даже в бесплатном курсе, что преподнес Гоша нам в этот раз. Весь код из этого видоса взят из видео из канала Гоши Дударя, из его нового курса по Юнити. И с самого начала Гоша показывает, что он нихуем деланный, а каким-то неебическим пальцем. И вместо того, чтобы использовать вектор 3int, который в Юнити уже присутствует, он решил оформить свою структуру куб-поз. Здравствуйте, сокращение, которое не принято использовать в сообществе Sharp разработчиков. И удивляет нас божественным гейм-контроллером. Ну, про видос, про контроллер я вам рассказывать еще раз не буду, он есть на моем канале. Посмотрите, я там детально рассказываю, почему это плохо и почему так делать нельзя. Юные читатели скажут, ну как же Григорий это сделал не просто так. Он это сделал для того, чтобы представить два метода getVector и setVector для конвертации классического вектора 3, который float, в int-овый вектор. А я вам расскажу, что с точки зрения проектирования эта задача решается не дублированием типа и присобачиванием к нему каких-то методов конвертации, а с помощью методов расширения. То есть мы могли к вектор 3 int и к вектор 3 обычному забабахать, если нам необходим такой дополнительный функционал, метод расширения. К слову, в этом фрагменте Григорий опять называл поле переменной, но мы вважили, что он больше так не делает. Как истинный проектировщик типов 80 уровня, он проектирует типы без оглядки на дизайн с точки зрения пользователя, как этим типом в дальнейшем пользоваться. И, конечно же, определить операцию сравнения через переопределение, перегрузку операторов, это было немножко, наверное, must-have, какой-то over-injuring. Поэтому мы видим прекрасный метод из position empty, который покомпонентно сравнивает вектора блестяще. Ну и, конечно же, давайте дадим отдельную дань, уважение за 38-39 строчку, где банальное дублирование кода. То есть один раз вектор посчитали, второй раз его посчитаем. Это плохо не с точки зрения оптимизации, на которую обычно ссылаются, это плохо с точки зрения банального здравого смысла, что у вас дублируется этот код, и вы будете в него постоянно вносить изменения в обе строчки, будет расходящаяся модификация, так называемая, у вас появится в коде. Дударь рекордсмен среди всех ютуберов по количеству видео о циклах. Так как он записывает хеллоуорды по всем технологиям, что есть вообще в нашем мире, то обязательно он качается по любому языку темы циклов и рассказывает. И как блестящий специалист в основах синтаксиса всех языков не смог применить циклы. Поэтому увидим такую двереницу из if else, if else, if else, if, и... Вы бы так написали, вот это адекватно, вот это адекватно. И все было бы не так грустно, ну нет, уже грустно, но еще грустнее. Добавили дополнительные условия, одинаковые, каждому if else. А я называю такой стиль проектирования, избиения балалайки хуем. А что, всем весело, музыка играет, код пишется, вроде работает. Не хотите играть хуем на балалайке, а хотите писать нормальный код и трудоустраиваться на хорошей позиции? Записывайтесь на наш курс по юнити, где мы вас обучим с полного нуля и гарантируем трудоустройство. Мы вас поместим в свою команду, будем... Сами у вас закажем первый проект, примерно 15-20 тысяч рублей вам заплатим. И в дальнейшем, если вы с этим проектом справитесь, мы будем передавать вам заявки, которые поступают в нашу студию. Поэтому записывайтесь, трудоустройство реально гарантируем. Не просто там поможем, да, типа резюмешку вам составим, куда-то отправим. Нет, реально, блядь, бабок дадим. Поэтому переходите по ссылке в описании, изучайте подробности. Давайте поиграем в квиз. Я вам задам вопрос, вы попробуйте ответить на него в комментариях. Что общего между вот этим кодом и оператором go to? Тын-дын, 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 своя игра начинается, да, вопросы за 200, за 300. А фишка в чем, ребята, ну все, я думаю, вы согласны. Оператору go to плохо, вы там в самом начале своего жизненного цикла, как программисты, учили это и запомнили теперь, как мантру готовы повторять. И, конечно, вы, наверное, большинство из вас не знаете, что вот этот холивар с go to связан с методологией, с практикой, парадигмой, да, структурного программирования, когда у нас выполняющиеся вот эти императивные операторы разбиваются на управляющие структуры. И go to вносит сумятицу в это, то есть разрушает вход-выход. Оператор, при работе в каком-то вот этом контексте в этой управляющей структуре мы больше не видим этого входа-выхода. По сути, наше выполнение может прерываться и в нас могут заходить, как хотят. И поэтому этот оператор считается плохим, да, он ломает восприятие программы, флоу-управления, и мы вместо того, чтобы видеть какую-то иерархичную, четкую структуру выполнения, на какой-то граф этот пресловутый, а мы видим просто наборы, куски какого-то кода, которые пытаются что-то сделать, а как это собирается воедино, мы не совсем понимаем. И Гоша, как мастер своего дела, мастер в производстве говнокода и игре на ржавом тромбоне, смог принести оператору go to вот в наш синтаксис. Каким образом? Видите вот этот showq-place, абсолютно безумное название, как и у метода spawn positions. По сути, он в том методе просто пытается найти позицию, в которой будет спавнен следующий куб, вот этого гаста туда направить. Гениально. While true внутри этой карутины – это как раз-таки управление. Мы тут видим, в каких случаях мы работаем. Мы работаем постоянно, а потом нас берут в 60-й строчке и прерывают. И при работе с этой карутины не очевидно, когда будет происходить это прерывание. Хотя очевидно, мы видим как раз-таки над вызовом метода stop-caroutine установку флага isLose в true. То есть мы можем предположить, что а почему бы нам не сделать карутину, и вот этот while не true, а isLose равно false. То есть пока мы не проиграли, вот это происходит. Это уже читается очевиднее. И мы получаем стратегию четкую, высокоуровневую. Пока игрок не проиграл, мы показываем ему госта. Гост меняет свое положение через n секунд. Это легко читается, легко воспринимается, и у нас есть геймплей. Но вместо этого у нас все управление размывается по всей программе, какие-то непонятные флаги, что-то друг друга прерывает, и мы возвращаемся к тому самому древнему программированию с использованием go-to, переходов, джампов, ассембленных и прочего. Как говорится, дед на перфокартах терпел и нам велел, и Гоша несет нам настоящее хардкорное программирование в наш мир. Нахуй эволюцию языков, нахуй эволюцию методологии и парадигм. Делаем как вот так. И обычно мне пишут, и все говорят, что ну что, ну тут подаются основы программирования, да, и основы они такие простые, и поэтому вы должны писать вот так вот просто и дебильно. Но смотрите, то, что я говорил до этого, это основы программирования. А то, что вам показывает Гоша или другие авторы видео, что основы там программирования, введения, это не введения, это дебильное детское программирование, любительское, которое вам пытаются выдать за основу профессионального. На самом деле основы программирования, они в другом лежат. А вот это просто, вот как я уже ранее сказал, игра хуя на балалайке. Ничего толкового и полезного вы из этого не извлечете. Вы будете писать потом вот так же, а потом будете идти и переучиваться. Нет никаких проблем, чтобы в самом начале вашего пути программиста вам дать нормальные подходы, нормальные методики, нормальную мысль программирования. А вот тут написано все так, не потому, что вам специально это упростили, чтобы вам было проще это воспринимать. Тут так написано, потому что автор по-другому не умеет. И это стоит понимать. Если бы автор написал это все нормально, то вы бы это поняли в 10 раз лучше, и проще бы это было для восприятия. В этом и есть нормальность кода, когда он легко воспринимается. Мы видим все побочные эффекты. У нас не возникает неожиданностей. Если это видео наберет 2000 лайков, я возьму проект Гоши и перепишу его. Как вот он должен выглядеть. Возможно, там не идеально, но он будет в десятки раз лучше. Я уверяю вас, если там положить перед учеником мой код и его, мой будет восприниматься легче и понятнее. Потому что я могу такой код писать. А Гоши не может. Поэтому приходится использовать такие аргументы по типу, что проще воспринималось это основы. Это не основы, это хуйня. Как бы поступил профессиональный программист в этой ситуации? Да и сразу бы вам показал хорошее и правильное решение, вместо того, чтобы заниматься копипастой. Он бы сделал какую-то прослоечку над аудиосерс, который бы проксировал вызов, оборачивал, декорировал, фасадировал. Любое тут слово можно применить. А наш аудиосерс и метод play, естественно, бы просто не включал музыку, если бы у нас в настройках стоял бы беззвучный режим. Или бы мы сделали какой-то global settings по типу микшера. Ой, здравствуйте, а у нас, оказывается, в Unity-то микшер уже есть, и мы можем отдельной группой компонентов, не врезаясь в предметную логику, выключать звук в игре на отдельных дорожках и не вносить вот эту кодовую базу вот сюда и не врезать. То есть множество гениальных решений, простых, понятных решений, которые избавят вас от кучи проблем. Ну а вместо того, что давайте каждый раз обращаться к PlayerPrefs, грузить по ключу вот эти данные и не запускать звук, если у нас music no. Да, и гениальный способ хранить бинарные условия, бинарные некие состояния строками, строками yes, no. Многие из вас, я думаю, знают, что такое Bittrex и PHP. Я сертифицирован по разработке под Bittrex. Это было давно, у меня была буйная молодость, да, наркотики, алкоголь, рок-н-ролл и Bittrex и PHP. Я всегда прикалывался с этой херней, что в Bittrex очень много вот этих записей в базе и различных конфигов хранятся там булевые флаги не true-false, слишком просто, легко конвертировать, или 1-0, который тоже легко конвертировать. Они хранились yes, no. А еще у них есть в документации, насколько я помню, прямо вот часть модулей работает с флагами yes, no, а часть модулей работает с флагами да-нет. То есть не флагами, а вот именно состояниями, выраженной строкой да-нет или yes, no. И тебе нужно это постоянно помнить. И ты хер с чем это соединишься, если тебе какое-то аппи там булевое значение передало, ты его хочешь как-то ассоциировать с неким сеттингсом у себя, ты не можешь просто это приравнять, да тебе нужно сесть и конвертировать. Если было труд, то ты должен превратить строку yes. Ну вот так вот. И приятно-то Bittrex это большой движок, да, много где используется. Поэтому я думаю, ну, программирование в стиле Гоши, оно имеет место быть в мире. Ну, вы хотите так позориться на собеседование, прийти, отправить какую-нибудь HR-у, свои работы, да, на гитхабе, наверное, даже архивом ему скинете, он это откроет, передаст следу, лид на это посмотрит. Вы думаете, вас на работу с этой хуйней возьмут или что? Нет, вам даже не ответят, скорее всего. Или ответят как-то доброжелательный. Типа, ну, вам еще нужно, мы бы с радостью вас взяли, но сейчас не можем, да, вы такие, ну, я крутой, ну, просто не момент. Нет, вы, блядь, вот это пишете, это ненормально. На этом, я думаю, мы будем закругляться. Если вам интересно, как переписываются все эти моменты, которые я критикую, подписывайтесь на Калал и смотрите плейлист обзора кода. Сейчас я запустил новую рубрику, где я беру отдельный кусочек кода и переписываю, и рассказываю, почему так правильно, и что нам дает такой рефакторинг. В этом видео я не стал переписывать код, но напоминаю, 2000 лайков, и я перепишу весь проект. Смотрите другие видосы с другим обзором. Часто я пытаюсь либо переписывать чужой проект, либо какие-то моменты, а все-таки переделаю прям видео. Ну, и обязательно записывайтесь на наши курсы. Ну, как без этого, курсы тоже делаем. Да, здравствуйте. Инстаганя, да, извините. Ссылочка в описании. Есть бесплатные курсы, есть платные. Смотрите на нашей платформе. До скорых встреч. Всем пока. С вами был Роман Сокутин.